Итак, сейчас мы начнем отправление со станции ЛАДА, теперь уже на электропоезде ЭД-9М с поездом 6376. Сначала покажем не новую кабину, вот это у нас прибор безопасности стекла У, автоведение, радиостанция, кран машиниста, контроллер с рулем ВАЗ-2105 с надписью ЛАДА. Закрываем сигнальное табло, закрываем двери, нажимаем говорилку нашу. Следующая остановка Мельсин, осторожно, двери закрываются. Закрываем двери, смотрим контроль, появился, двери закрыты, нажимаем кнопочку пуск, 36 минут управления, ревесив пуск вперед. Что там надо заводскому? А то так мы не знали, что надо отправляться, оказывается. Понятно, ладно, зелье отправится, соберу предпросписание, 4376. Подаем сигнал. Нормально, перерываешь, в порядок? Да, без замещения. Контроллер в первую маневровую позицию, спускаем тормоза, контроллер в положении 1, поехали. Впереди будет нейтральная ставка. Набор тяги, к сожалению, мы здесь не видим никак. Он осуществляется в моторных вагонах, поэтому какие у нас токи, напряжения, мы не знаем. Можем чувствовать только динамику разгона. Скорость у нас, что 38 км в час, 39 км. Максимально допустимая 8 км. Входной со второго зелё. Это пояс у нас тоже очень динамичен, разгоняется очень быстро. Компрессор у нас включился, как раз так совпало, давление вот растёт. Максимальная 8 км. Контроллер ставим в ноль, то есть максимально допустимая. Впереди переезд, подаём сигналы. Хрустики бегают по переездам. Тререз свободен. Митральная вставка. Отключаем прожектор. И отключаем ВВ. Всё на движение по нулям. ВВ отключился, лампочка загорелась. Проезжаем митральную вставку. Вместо контактной сети где нет напряжения. Переходим на другую подстанцию. Включаем ВВ, кнопка восстановления защиты. Отключение появилось, лампа погасла. Всё в порядке, контроллер в тягу. Поехали. Всё в порядке. Шеф. Вань, 356-й. Да, да. За нырками. После нырков. Всё, давай. Ну ладно, всё, пожалуй.